МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ в студии Роза Бабаян. Мы показываем новости, читы из Забайкальского края. Спонсоры нашего выпуска Прииск Соловьевский, оптовая компания, золотое руно. Прииск Соловьевский, одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Прошла прямая линия с министром спорта Андреем Середкиным. О радужных, по его мнению, перспективах развития этого отрасли смотрите в этом выпуске. Продолжаем цикл сюжетов про содержание общественных территорий. И на очереди скандально известный парк МЖК. Как на сегодняшний день выглядит территория, которую город обязался содержать, расскажем в выпуске новостей. В Забайкальском крае начал работу Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Добровольцы проводят инструктажи по безопасности и занимаются доставкой гуманитарной помощи малообеспеченным семьями из отдаленных районов региона. О том, как правильно вести себя на воде или в лесу и для чего постоянно фотографировать ребенка перед каждым выходом на детскую площадку, узнаете в выпуске новостей. Стая собак терроризирует воспитанников краевой гимназии-интерната. И школе приходится бороться с ними своими силами. Смотрите в этом выпуске. Теперь об этих и других событиях расскажем подробнее. В 2021 году губернатор Осипов объявил пятилетку спорта в Забайкальском крае. Все заинтересованные лица, начиная с глав районов и поселений, заканчивая зампредами, дружно взяли под козырек и доложили о готовности выполнять это распоряжение. Недавно Андрей Середкин, министр спорта региона, с гордостью сообщил, что физическая культура развивается в крае семимильными шагами. Так ли это разбирались наши корреспонденты? С 2021 года у нас в регионе заниматься спортом начали на 108 тысяч человек больше. Это не наше утверждение, а министр спорта края Андрея Середкина, который недавно озвучил эти цифры во время прямого эфира, подготовленного фабрикой троллей, центром управления регионом. Это тот самый орган по влиянию на умы. Забайкальцев призваны создавать в их сознании благостную картинку на тему, как хорошо жить в Забайкале. Пятилетка на самом деле дала хороший толчок в плане развития спорта, в плане увлеченности людей, наших жителей, забайкальцев, которые стали все больше предпочитать заниматься любыми видами спорта абсолютно. Могу сказать, что мы начинали с таких очень простых показателей. Сейчас у нас показатель. Вообще план к концу года стоит уже порядка 50%, чтобы наших граждан, жителей занималось спортом. С начала пятилетки спорта, объявленной губернатором Осиповым в 2021 году, постарайтесь вспомнить. Под патронатом Минспорта открылась дополнительно хоть одна спортивная секция. А может быть шло активное строительство спортивных объектов, которых мы с вами не замечали? Конечно, нет. У нас ремонтировались разве что старые бассейны и стадионы, возведенные еще в советские времена. Но целый министр не может водить людей в заблуждение во время прямого эфира. Нет, в это поверить сложно. Видимо, мы просто не умеем считать. Кто-то скажет, что, может быть, там какие-то цифры неверные, но просто посмотрите на наших пенсионеров, которых стало гораздо больше, которые ходят, занимаются скандинавской ходьбой. Посмотрите, насколько заполнены фитнес-залы, фитнес-клубы. Сколько появилось новых видов спорта, сколько открылось новых секций, в том числе и по единоборствам. Специалисты от фабрики «Тролли» выводят на экран цифру в 478 164 человека. Именно столько начали систематически заниматься спортом. Это в крае с населением чуть меньше миллиона человек. Хотя, наверное, если считать жителей, которые начали ходить с палками или просто прогуливаться по улицам для здоровья или за экономией средств. А еще есть шахматы и шашки. Более того, в некоторых странах покер тоже вид спорта. Но как определить тогда степень их благотворного влияния на организм человека? Систематические занятия спортом позволяют обеспечить высокий уровень физического развития, спортивной подготовленности, формирование навыков здорового образа жизни, самодисциплины, волевых качеств, что является значимым фактором в реализации трудовых репродуктивных функций. Но когда вам в последний раз внушали подобные соображения, где вы видите постоянную пропаганду здорового образа жизни? Конечно, началось то вливание денег, которых до этого просто не было. До этого были только региональные деньги, и чтобы построить даже какие-то самые простые спортивные площадки, это уже стоило для регионального бюджета очень много усилий. В общем, когда я отчитывался перед министром спорта, и мы подвели итоги вообще по всем программам, которые есть, это и развитие сельских территорий, это и программа президентской субсидии, которая делится по направлениям и по спорту, и по министерству ЖКХ, который идет. В общем, собрали все вместе и поняли, что за последние годы мы построили более 400 спортивных универсальных площадок. Предполагается, что строительство спортивных площадок обеспечивает для наших жителей возможность заниматься массовой физкультурой. Другой вопрос касается возможности заниматься не любительским, а профессиональным спортом, в первую очередь для детей. Хроническое недофинансирование всей отрасли в крае отрицательно сказывается на спортивных результатах. По линии Минспорта страны ведется строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов в Хилке и Могочи, но они еще не сданы, там серьезные проблемы с подрядчиками. У нас так исторически сложилось, что у нас есть, наверное, те ключевые базовые виды спорта, которые вообще определяют, идентифицируют вообще Забайкальский край. Конечно, на первую очередь сразу встает это среба из лука, это бокс, это тяжелая атлетика, это конькобежный спорт, который у нас исторически развивался и продолжает развиваться. Это борьба. Но, к сожалению, у нас из базовых видов спорта вылетели футбол и биатлон. Да нет, футбол и биатлон не вылетели, их выкинули из жизни. Стрельбу из лука, тяжелую атлетику, конькобежный спорт при всем желании не назовешь массовыми. Но это не сдерживает руководство региона. Боксы, частная секция по тайскому боксу обласкана самим губернатором Осиповым. Отсюда преференции от правительства Забайкалья в виде дополнительных денежных вливаний, в том числе из внебюджетных источников. А чего только стоит гонение на футбол, когда закрыли профессиональную команду ФК Читаяли собрались строить на месте стадиона «Лукодром»? А плавание, когда сборная Забайкальского края летит на отборочные соревнования за свой счет? Недавно спортивный комментатор телеканала Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале прокомментировал жалобу на недостаточное финансирование спортсменов-биатлонистов в Забайкальском крае. Губерниев разместил скриншоты с сообщениями, адресованными спортивному комментатору «Матч ТВ» Илье Трифонову, в которых говорится, что биатлонисты от 15 до 18 лет из Забайкалья не могут попасть на чемпионат России из-за отсутствия финансирования. «У нас просто руки опускаются, я не знаю, чем вообще не угодил биатлон властям в Забайкальском крае. Все сметы просто развернули и не комментируют ничего. Пожалуйста, выручите нас, обратите внимание, у нас у самих уже деньги заканчиваются возить ребят, но они реально талантливые». «По статистике мы видим, как хорошо развиваются килкусинка, как развивается панкратион, как развивается кудо и другие виды спорта, именно связанные с единоборствами. Поэтому вот эти виды спорта стали тоже такими, знаете, якорными для Забайкаля». «Да, развиваются в основном частные секции, никак не связанные с Министерством спорта края. Занятия подобными видами спорта могут быть противопоказаны многим детям и взрослым, но при отсутствии спортивной медицины им об этом никто не скажет, пока не будет нанесен вред здоровью». И для справки, для Андрея Середкина якорь служит для того, чтобы остановить судно. «Если мы хотим, чтобы корабль спорта плыл дальше, то необходим попутный ветер в виде денежных вливаний в те виды спорта, куда приходят дети за спортивными результатами на бесплатной основе. Плавание, например, имеет гораздо меньше противопоказаний, чем единоборство». «В следующем году мы планируем соревнования на призы олимпийской чемпионки Людмилы Титовой по конькобежному спорту. Это будет начало марта провести также в международном формате. Пригласить сюда соседей из Монголии, из Китая, из других стран, в том числе из Беларуси, чтобы приехали и поучаствовали на нашем уникальном высокогорье, на открытой площадке, на открытом льду. Дальше мы планируем провести также в поселке Агинское на той базе, которую сформировали от чемпионата России первенство России. Мы уже договорились об этом. Эти соревнования мы забираем себе. На обсуждении пока у нас стоит международный турнир по боксу. Также остаются турниры всероссийского уровня. Это турнир на призы Александра Бахтина, это турниры всероссийского масштаба по художественной гимнастике, по тайскому боксу. Андрей Середкин, министр спорта всего. За Байкаль я забыл рассказать, почему у нас не проводят крупные соревнования по плаванию. Потому что у нас до сих пор нет 50-метрового бассейна олимпийского стандарта, обещанного, кстати, Александром Осиповым еще в 2019 году. Зато будет лукодром, а тайский бокс получит новую жизнь. У нас оптимизировали футбол, биатлоны, другие виды традиционного спорта, где дети обучались бесплатно. Но власть рада, когда развиваются частные спортивные секции, готова выступать посредником между коммерческими предприятиями и подобными обласканными губернатором видами спорта, накачивая их деньгами. Остальным остается только терпеть и влачить жалкое существование, искренне радуясь результатам своих воспитанников, которые вырвали победу не благодаря, а вопреки работе Министерства спорта Забайкальского края. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Иван Корнев, ЗАП-ТВ. Съемочная группа ЗАП-ТВ продолжает прогулки по Черезинским паркам, скверам и площадям. На этот раз мои коллеги посетили место несбывшихся надежд, территорию, которую на протяжении нескольких лет не могут никак богоустроить ни силами предпринимателей, ни федеральными программами. Все подробности в материале Виктора Соловьева. Как много было разговоров на тему содержания парка МЖК, добрую половину которого еще несколько лет назад отдали в пользование местному бизнесмену Вячеславу Ушакову. Сколько обещаний по благоустройству было тогда сказано не сосчитать. Местные жители и общественники даже рисовали на бумаге эскизы будущего современного парка, а чиновники согласно кивали головой, устраивали целые совещания и народные сходы для того, чтобы определить судьбу общественного пространства. Это продолжение того совещания, целью которого было собрать все максимально пожелания граждан, проживающих непосредственно на этой территории поблизости и увидеть, и узнать, что необходимо в этом парке. Необходимо было все. Установка скамеек, фонарей, озеленение территории, монтаж малых архитектурных форм, спортивный и детский площадок и самое главное содержание общественного пространства в чистоте и порядке. Из вышеперечисленного не сделано ничего. Предприниматель Ушаков построил на земле парка спортивный центр, огородил все это забором. На этом потуге навести красоту у него закончились, а люди все ждали выполнения обещаний. Такая большая пауза по благоустройству заставила городскую администрацию пересмотреть свое предложение по передаче парка в руки бизнесмену. Чиновники решили вернуть сквер во владение города. По скверу МЖК мы отправили отказ от договора. Будем заключать договор только под объектом. Вся остальная территория, за ней будет ухаживать муниципалитет. Заявили об этом в городской администрации еще в августе 2022 года. Изменился ли за это время парк и что сделал город для того, чтобы привести территорию в порядок? Прогуливаясь по парку складывается впечатление, что недавно состоявшийся городской субботник обошел эту территорию стороной. Бед прибавляет и расположившийся рядом Алкабар. В яркий солнечный день это не только место для прогулок, но и для распития спиртных напитков. Впрочем, ничего удивительного. Здесь стоит снова вспомнить слова нынешнего сети менеджера Читы Инны Щегловой о том, что в городской казне, несмотря на замечательный с ее слов бюджет, денег на содержание недавно построенных парков и площадей просто нет. Если мы хотим, чтобы город был ухоженным, чистым, зеленым, на все это нужны средства, мы все это прекрасно понимаем. Да, мы свой бюджет пополняем у нас, и имущественные налоги, все наши налоговые и неналоговые поступления идут с перевыполнением в 2023 году, но этого все равно недостаточно. У нас львиная доля всех наших расходов это содержание, имеется в виду в социальных наших учреждениях, и заработная плата. А на развитие, получается, ничего не остается. Как будто бы, если посмотреть на бюджет, он прекрасен, потому что денег в нем много, но они все целевые. Но там нет ничего того, о чем я говорила выше. Там нет вот этого развития. На фоне вышесказанного забытый сквер МЖК и вовсе остается невидимым для чиновников и нерешенная проблема для местных жителей. Дополняя эту убогую и безобразную картину, соседствующая рядом территория, на которой уже более десяти лет царит хаос и бардак. Сейчас это место напоминает больше выжженную и заваленную мусором землю. Читинцы уже долгое время жалуются на заброшенную территорию бывшего цирка Шапито. Совсем недавно городская администрация попыталась навести здесь порядок, спилить ветки и скосить траву. Но, судя по тому, как сегодня выглядит эта территория, получилась у них не очень. Ни помощь предпринимателя, ни участие в федеральной программе по формированию комфортной городской среды, ни обещание чиновников привести парк в достойный вид. Ничего не помогло поднять с колен заброшенный парк. Сквер продолжает быть пристанищем для бомжей и бродячих собак, и никого из местных властей не смущает, что прямо через дорогу находятся учебные и культурные заведения. И каждый вечер по этим неосвещенным тропам ходят дети, рискуя нарваться на пьяных маргиналов или озлобленных бездомных собак. Виктор Соловьев, Владимир Николаев, Иван Дементьев, ЗАП-ТВ ЗАП-ТВ Бывший топ-менеджер ТГК-14 Игорь Рыжков, который обвиняется в покушении на убийство, останется в СИЗО до ноября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю. По версии следствия, утром 31 мая обвиняемый в центральном районе Читы, с целью убийства выстрелил из арбалета в мужчину, который, увидев это, увернулся. Стрела попала в одежду потерпевшего. После обвиняемый скрылся с места преступления, был задержан сотрудниками полиции. Видеозадержание того, как Рыжков на самокате подъехал к офису ТГК-14, опубликовала полиция. Он выронил арбалет прямо под камерами. Игорь Рыжков, между тем, покинул компанию в декабре 22-го года при смене руководства. В том же году в ТГК-14 прошла серия увольнений. Ушли первый зам генерального директора Юрий Дорфман и генеральный директор Алексей Лизунов, а также сменивший его гендиректор Александр Николаенко и директор по информационным технологиям Евгений Мельников. Забайкальский край стоит на пороге катастрофы в сфере ЖКХ. Об этом предупреждает депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале. Слово слов, тема топительного сезона в Забайкалье вышла уже на федеральный уровень. Мы прекрасно понимаем, что стоим на грани катастрофы. До сих пор не принято решение по центральной котельной Петровск-Забайкальского, где предельно понятно, что полтора котла зиму не вывезут. До сих пор нет котла для отопления домов для детей-сирот в Красном Чикое. Громодные проблемы в Чернышевске до сих пор по одному котлу работает в Забайкальске-Борзе. Есть проблемы по Нерчинску и Шилке по многим населенным пунктам, заявил Гурулев. Он также призвал краевой власти найти дополнительные средства для сферы ЖКХ. Напомним, только с октября по декабрь прошлого года в Борзе было зарегистрировано 22 аварийные остановки на котельных. Серьезные аварии происходили также в январе и феврале и в марте. Жители Забайкальска высказывали опасения, что город может замерзнуть нынешней зимой. Вскоре их опасения подтвердились. Во всех районах Читы вывели превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, фенола и сероводорода. Об этом сообщается на сайте Забайкальского гидрометцентра. Концентрация фенола в железнодорожном, Ангадинском, Черновском районах Читы превысила допустимые значения в 1,1 и 1,3 раза. Серводорода в Ангадинском районе в 4 раза. Ранее сообщалось, что Забайкаль получит казначейский кредит в размере 36 миллионов рублей на модернизацию котельных. Их переведут с угля и мазута на биотопливо, что должно снизить уровень загрязнения воздуха в регионе. Помимо этого воздух в Чите загрязняется очистными сооружениями в сотни раз выше нормы. С 15 января по 25 марта будущего года жители Забайкаль смогут покупать билеты по сниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Краевого Минстроя. В данное время на субсидии денежные средства направляет сама авиакомпания. Приобрести билеты можно в любой авиакассе региона. Пассажир с правом на субсидию может купить себе максимум 4 билета в год, пояснили специалисты. Для льготников стоимость билета по направлению Чита Москва составит 6600, Чита Петербург 900, Чита Екатеринбург от 5400 рублей. В этом году на реализацию программы «Забайкалью» было, напомним, выделено 1,3 миллиарда рублей. Скоро-скоро Новый год. Всем подарки принесет. Офис Деда Мороза по формированию новогодних подарков уже открыт на Верхоленской 2А, строение 1, компания «Золотое Руно». Звоните и заказывайте. 31 11 41. Работаем как с организациями, так и с физическими лицами. Доставка имеется. Подробности в офисе компании. Стаи собак нападают на детей на территории краевой гимназии и интерната. Администрация города реагирует на многочисленные жалобы родителей и работников этого учебного заведения. И если на вопрос «Кто виноват в сложившейся ситуации?» ответ известен всем. То, что делать, пока не ясно. Подробности в репортаже моих коллег. Не так давно сети-менеджер 4 распорядилась убрать территорию школ собак к 1 сентября. Тогда многие задавались вопросом, а что будет дальше? А ничего не будет. Четвероногие псы вернулись обратно на территорию учебных заведений и продолжают нападать на детей. Вчера, подходя к второму корпусу, мы услышали, как стая собак начала лаять сильно очень и накидываться на девочку. Один из пап, идущий рядом, начал их отгонять. Мы побежали в ту сторону и собаки убежали. И дней 7-8 назад мы ехали к гимназии, стояли в пробке и видели, как возле спортивной детской площадки. Собаки игрались. Вверх по улице Таежной ехал мальчик на самокате и тоже прекрасно видел этих играющих собак. И в одно мгновение они увидели этого мальчика, начали лаять и быстрая вообще реакция с какой-то на него накидываться. И вся вереница машин начали сигналить. Я выбежала из машин, начала их отгонять, они разбежались. Это территория краевой гимназии-интерната, привилегированного учебного заведения Министерства образования. Здесь на постоянной основе поселилась стая крупных собак, которые периодически нападают на детей. Обращение в администрацию и в службу по отлову собак не приносит абсолютно никакого результата. Я сам лично две недели назад делал заявку в компанию «Пять звезд». И позавчера буквально тоже делал заявку, отправлял фотографии, что собаки на территории. Получается, мне сказали, что заявка принята, но когда будет исполнено, никто не знает. Здесь за забором, рядом со школой находится стройка. Именно отсюда, по словам родителей, и прибегает эта собачья банда. Со слов родителей, у четвероногих так называемая собачья свадьба. Это когда животные готовятся принести приплод. Тогда самцы ходят за такой собак и устраивают между собой бои, чтобы решить, кто из них лучший. Находиться рядом с ними в это время опасно, особенно ребенку. Такое обострение происходит, когда, ну знаете, у животных есть вот эти периоды гона, когда вот сейчас как раз такое происходит. Они прямо стаями по нашей территории передвигаются. Ограждение вокруг школы не представляет собой преграда для животных. По утрам работники вынуждены с лопатами гонять собак с этой территории. Параллельно руководство гимназии привязывает к забору вот такие конструкции сетки рабицы. Едва ли подобные сооружения станут серьезным препятствием для псов. Но делать что-то надо, ведь по факту учителя и родители сейчас остались один на один с этой проблемой. Своими силами работники, рабочие, дворники гоняют этих безназворных животных. По последнему случаю, когда утром собака нам просилась на ребенка, сразу же в этот же день мы написали обращение в комитет городского хозяйства администрации города Чита, лично увезли туда это обращение. Рядом с Крывой гимназией интернатом находятся деревянные бараки и вот такие помойки, мусор из которых вывозится от случая к случаю. Соответственно, существует обильная кормовая база для собак. Плюс настройки прикармливают этих животных как бесплатных охранников. Родители вынуждены провожать своих детей до дверей учебного заведения, но постоянно находиться взрослому рядом с ними невозможно. Существует группа продленного дня, где один педагог на несколько десятков учеников, которые играют на улице. На территории, которую эти псы считают свои, активно ее защищают. Учитывая участившиеся нападения на учеников, недалек тот день, когда может произойти очередная трагедия. Но видно чиновникам администрации во главе с Иной Щегловой. Нет до этого никакого дела. В Забайкальском крае начал работать национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Как обезопасить ребенка от несчастного случая и уберечь от нечистых на руку прохожих, выясняла Валерия Наумова. Лето. Самое время выехать в лес или на речку. Вещи собраны, вся семья в сборе и уже на месте. Пока взрослые заняты своими делами, разбить небольшой лагерь, приготовить обед, дети зачастую предоставлены сами себе. И вот вы уже не замечаете, как заигравшись они удаляются все дальше в лес, где не слышно даже голосов. В Забайкальском крае начал работать национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Организация добровольцев будет помогать малообеспеченным семьям региона и заниматься поисками потерявшихся детей. Наша организация называется национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по Забайкальскому краю. Вообще национальный центр существует в 46 регионах. Регионы занимаются поисками пропавших детей, также проводятся в учебных заведениях и дошкольных учебных заведениях уроки безопасного интернета и безопасные навыки. Организация наша открылась 1 сентября 2022 года, то есть мы совсем еще маленькие. В отряде у нас 9 человек на сегодняшний день. Добровольцы пришли, как говорится, по зову сердца к нам. Ежегодно по стране теряются тысячи детей. Самые частые случаи обращения в центр за помощью в Липецке, где дети пропадают ежедневно. С января по апрель 2023 года в России зарегистрировали 3400 заявлений о пропаже детей, 265 из которых живыми найти не удалось. Ребенок должен твердо знать, что родные люди – это только семья и только родители дают разрешение ходить в гости к друзьям или соседям. Если ребенок задерживается или его приглашают в гости, он должен обязательно позвонить родителям и предупредить – ни за что нельзя брать ничего у незнакомых людей. И взрослый незнакомый человек никогда не будет просить помощи у маленького ребенка. Если вы выезжаете в лес, обязательно подберите для детей яркую одежду, сделайте новую цветную фотографию ребенка и возьмите два свистка на случай, если все-таки он потеряется, чтобы не кричать и не потерять голос. Новая фотография может пригодиться поисковикам в качестве ориентировки. Как правило, в России у нас теряется более 15 тысяч детей в год. В день где-то около 30 детей теряются ежедневно. Хочется родителям дать такой совет, что обязательно они провели беседу со своими детьми. Перед уходом из дома нужно обязательно предупредить родителей, то есть куда я пошел, с кем я пошел, во сколько я приду. То есть подходит незнакомый человек, предлагает конфетку, игрушку, помощь. Обязательно родитель должен напомнить ребенку, что ни один взрослый человек никогда не попросит у ребенка помощи. Чаще всего в Забайкальском крае родители сами оставляют своих детей в опасности. В конкретном случае отпускают купаться на водоемы одних. По данным за июнь, с начала этого года в Забайкальском крае утонули 15 человек, трое из которых дети. «Обязательно смотреть за своими детьми, потому что буквально вот на днях мы ходили по рейдам и как бы были такие ребятишки, что купались одни. Это где-то около 34 детей были уже отправлены домой». 34 ребенка. Именно столько рисковали уже никогда не вернуться домой. Нахлебавшись воды в состоянии паники, всплыть и закричать практически невозможно. Не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности и лишний раз предупредить, проводить или напомнить. От несчастливой случайности не застрахован никто. Телефон горячей линии Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям вы видите на экране. Валерия Ноумова, Евгений Погорелый. ЗАПТ-ТВ Валерия Ноумова, Евгений Погорелый. ЗАПТ-ТВ Валерия Субтитры подогнал «Симон» Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАПТВ в социальных сетях, на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. ЗАПТВ Здравствуйте. В эфире «Проднос погоды» на ЗАПТВ. Спонсор выпуска Чита Моторс. Официальный дилер Черри в Забайкальском крае. 2 ноября в среду погода будет облачной. Ветер южный 2 метра в секунду. Ночью температура от минус 12 до минус 10. И от нуля до минус 2 градусов днем. Черри Центр Чита предлагает современные стильные кроссоверы Черри. Выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новой Черри. На сегодня это все. Оставайтесь с нами на Первом независимом ЗАПТВ. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»